МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сыны Западной Армении Геворг Григориан. Мир равнодушно наблюдает еще за одним геноцидом и насильственной депортацией армян. Геноцид ВОЧ. Иран за развитие полезных для региона транспортных коммуникаций, но не за изменение международных границ. Баку обязан соблюдать международные положения по защите культурного наследия на оккупированных территориях. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на 30-й встрече ЗУМ, организованной в рамках предвыборной кампании на парламентские выборы декабря 2023 года. Встреча пройдет 5 октября 2023 года в 20.00 по французскому времени и в 22.00 по реванскому времени на армянском языке. Тема встречи – ситуация в Западной Армении Арцахи. Докладчик Арменак Абрамян. Присоединяйте встречи ЗУМ по указанной ссылке. Как передает ТАСС, бывшие руководители Арцаха Аркадий Гукасян, Бакоса Акян и Араик Арутюнян не покинули Степанакерт. Ведутся переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник ближайшего окружения бывших руководителей Арцаха. Все три бывших лидера находятся в Степанакерте. В настоящее время ведутся переговоры с азербайджанской стороной. По данным ТАСС, комментариев со стороны бакинских властей по поводу переговоров на данный момент нет. В Степанакерте находится и нынешний глава Арцаха Савмел Шахраманян. Как сообщил информационный штаб Арцаха, Шахраманян и группа ответственных лиц останутся в Степанакерте до завершения поисков погибших и пропавших без вестей в результате боевых действий и взрыва на газохранилище. Фраза о том, что история имеет привычку повторяться, сейчас стала для нас особенно актуальна. В профессиональных и непрофессиональных сферах много параллелей между Арменией 1920 и 2023 года. Не вдаваясь в подробности исторических фактов, можно выделить как минимум три важные параллели, которые были и в 1920 году, и в 2023 годы. Неверные шаги Армении во внешней политике. Турецко-армянская война – фактор ожидания российских войск. И как завершение всего этого Александропольский унизительный договор от 2 декабря 1920 года, унизительные заявления от 21 сентября 2023 года. В результате так называемая Кавказская Армения, Российская Армения распустила свою независимость в 1920 году. Западная Армения, Турецкая Армения, пережившая геноцид, признанный всем миром, не пострадала от этого, а уже в 2023 году, потеряв значительную часть субъективности и суверенитета. Однако параллели 1920 и 2023 года на этом не заканчиваются. По удивительному совпадению, в пропагандистской сфере также есть явные сходства. Так, в 1920 году в армянской армии и в обществе определенные круги проводили четкую пропаганду, что атакующее турецкое войско является войском хороших турок, и бороться с ними не нужно. Спустя 103 года, уже в 2023 году, депутаты опасаются этнографических песен и вновь заявляют о хороших турках. Осуществляются различные грантовые программы, направленные на примирение и диалог. Летом 1920 года сложилась следующая геополитическая ситуация. Региональные и геополитические интересы большевистской России и Турции сильно сходятся. Всего три года назад воюющие государства приобрели общего врага – Запад, политика которого была угрозой. Кроме этого, в основе большевистской идеологии лежала борьба с империалистическими странами и освобождение угнетенных колонизированных народов. Кемаль представлял свое движение именно так, что на данном историческом этапе полностью совпадало с большевистской идеологией. Россия и Турция пытались любой ценой вытеснить западные державы из нашего региона, следовательно, считая Северский договор и создание Армении угрозой своим жизненным интересам. Для усиления военно-политического сотрудничества двух могущественных государств требовалось надежное сухопутное сообщение через Зенгерзур, чем и было обусловлено нападение советской армии на горную Армению, что героически пересекал Горегин Нажде. Полная статья доступна на нашем сайте. Сыны Западной Армении Геворг Грикориан Семья Геворга Грикориана вот уже почти три года каждый вечер навещают могилу сына в Яраблюры. Каждый день после работы мы посещаем Яраблюр, до глубокой ночи прорвываем в святыне. С 27 сентября каждый день годовщина гибели одного из наших героев-мучеников, рассказывает мама Кнарик Папоян. В июле 2019 года Геворг Грикориан был призван в армию, служил в противотанковой учебной воинской части Гюмри. Последний раз навестил семью в январе 2020 года. После 10 января отправился в Арцах и продолжил службу в качестве младшего сержанта противотанкового батальона полка Гадрута. С 25 сентября Геворг был на позициях с первого дня войны до 27 октября, защищал позиции возле села Карахан-Бейли. Во время войны Геворг позвонил маме и сказал следующее. Я не мог даже подумать, что смогу убить человека. Ты не убийца, идет война, ответила мама. Во время войны Геворг сбил 11 танков, 8 на позициях Гадрута и 3 на позициях Мартуни. Как рассказывает сослуживец, окоп Саркисян при поражении Геворг не промахивался. 27 октября противотанковый батальон получает приказ об отступлении. Войска отступают в село Кагарции Мартуни. В день отступления Геворг позвонил маме и сердито сказал следующее. Если скажут, что Гадрута захватили, не верьте. Мы до конца держали свои позиции. Нам дали приказ отступить. Вечная слава павшим в бою героям. Геноцид ВОЧ Институт Лемкина по предвозвращению геноцида Коалиция «Спасти Арцах» бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено О'Кампо, а также различные армянские организации с 2022 года предупреждали о происходящем в Арцахе геноциде. Геноцид ВОЧ отмечает, что принудительное перемещение и геноцид в Арцахе являются кульминацией многолетнего конфликта. В статье представлены последствия широкомасштабного нападения Баку на Арцах 19 сентября 2023 года и жертвы среди мирного населения. Баку целенаправленно обстреливает города. Это военное преступление, устав МУС, статья 8, пишет геноцид ВОЧ. Отмечает, что во время нападения в Сарнахпюре погибли 5 мирных жителей, в том числе трое детей, двое детей пропали без вести, двое детей ранены. Геноцид ВОЧ заключает, что насильственное перемещение является преступлением против человечества. Статус МУС, статья 7. Организация отмечает, что азербайджанская пропаганда дегуманизирует армян. Баку стирает древнюю историю Армении, разрушает армянские христианские церкви и святыни. Несмотря на то, что бакинский лидер заявил, что право армян в Баку будут сохранены, на самом деле азербайджанские военные распространяют в социальных сетях видеокадры, где они убивают армян. Следовательно, отмечая геноцид ВОЧ, армяне не могут находиться в безопасности в Баку. Бакинские силы задерживают эвакуирующихся. Арестован Рубен Бартанян, один из бывших лидеров Арцаха. Геноцид ВОЧ также подчеркивает, что Европа, как и в 1915 году, не смогла предпринять действия, чтобы положить конец геноциду, совершенному в отношении армян. Визит секретаря Совета национальной безопасности Армении Армена Григорияна в Иран состоялся в рамках продолжающихся переговоров между двумя соседними странами по двусторонним отношениям, а также развитии в Кавказском регионе. Как сообщает Армен Пресс, об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь МИД Ирана Нассер Канаани. Этот визит стал для Исламской республики возможностью выразить свою точку зрения на разрешение конфликта в Кавказском регионе посредством регионального потенциала. Канаани подчеркнул, что мир в регионе чрезвычайно важен для Ирана, и все проблемы должны решаться путем диалога. Что касается так называемого Зангизурского коридора, Канаани заметил, что Иран выступает за развитие транспортных коммуникаций, что будет выгодно всем странам региона, но еще раз подчеркнул, что страна против изменений международных и геополитических границ. Правительство Западной Армении следит за событием в регионе и в государстве Армении, неотъемлемой части которой является Арцах. Мы неоднократно заявляли и вновь заявляем, что не принимаем и не признаем каких-либо изменений в наших правовых границах, принятых и признанных более чем 20 странами еще в 1920 году. Любое посягательство на наши границы и их изменения мы воспринимаем как посягательство на суверенное государство. Осуществившие это будут наказаны международными инстанциями и выплатят компенсацию. Республика Западная Армения, являющаяся одним из важнейших государств региона, за 100 лет не проявляла агрессивного поведения. Но это не означает, что она лишена способности проявлять самоборону. Армянский народ знает, что имеет суверенное государство и в случае необходимости совместными усилиями решит все стоящие перед ним вопросы. Баку обязан следовать международным принципам защиты культурного наследия на оккупированных территориях. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте Monument Watch.org, осуществляющем мониторию культурного наследия Арцаха. Монастырь Амарас расположен недалеко от села Мачкалашен Мартуницкого района Арцаха. После 44-дневной войны в результате трехстороннего соглашения от 9 ноября армяно-азербайджанская линия соприкосновения оказалась на расстоянии 800 тысяч метров от Амараса. Паломники посещали монастырь в сопровождении миротворцев. В период с 19 по 21 сентября 2023 года в результате вооруженных столкновений Баку оккупировал монастырь Амарас, не оставив времени и возможностей даже для спасения мощи. В результате монастырь со своими материальными и нематериальными ценностями остался под контролем врага. Наша реакция. Для оккупированных территорий в настоящее время применима статья 42 протокола Конвенции о законах и обычаях войны ГАГА 18 августа 1907 года, принятая еще в начале 20 века, согласно которой оккупированная территория – это территория, фактически находящаяся под властью вражеской армии и распространяется только там, где утверждена и может быть реализована или создана возможность управлять вражеской армией. Обязанности государства оккупанта установлены также последующими статьями 43.56 указанного протокола. Правоотношения оккупированных территорий регулируют 4 Женевские конвенции и дополнительные протоколы ГАГской конвенции 1954 года. Кроме того, вопросы, связанные с законностью любой оккупации, также регулируются Уставом ООН и принципами «Jus and Bellum». В соответствии с Уставом ООН, в случае возникновения оккупации или любой эквивалентной ситуации, вторжение, освобождение оккупации, применяется вышеупомянутый закон об оккупации ГАГская конвенция 1907 года, статья 42, и существенным условием для ее применения не является утверждение Советом Безопасности ООН, законности оккупации и ее приемлемость или неприемлемость, разъяснение о цели военных действий. По свидетельствам армянских историков, церковь монастыря Аммарас была основана Григорием Просветителем в начале 4 века. В начале 5 века Месроп Маштос в монастыре Аммарас открыл первую школу в Арцахе. Правительство Западной Армении в 2022 году в лице президента Республики Западной Армении Арменака Абрамяна по вопросу вынужденных переселенцев из Шуши 2020 года поддало в суд на власти Баку. Наше правительство создало специальную комиссию для сбора жалоб коренных арцахцев, которые вследствие насильственных и жестоких преследований в 2023 году покинули свою родину. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Артура Хаченца и Аппо Сагакяна. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok